здравствуйте товарищи сегодня у нас лекция по теме философское учение на сущности явлений короче речь пойдет о сущности вы знаете что наука логике гегеля то есть тот труд в котором дано систематическое изложение диалектики или можно сказать единственный труд которым дано систематическое изложение диалектики делится на две части часть первая объективная логика и часть вторая субъективная логика соответственно в издании 1937 года в собрании сочинения гегеля так были расположены тома 5 том объективная логика учения обойти и учения о сущности шестой том учения на понятии субъективная логика последующие издания этот принцип не соблюдали причем настолько это заметно что ни одного нет издания в котором бы делилось это произведение на две части как это сделал сам автор и что соответствовало вообще самой системе что-то есть объективная логика как бы объективный мир и есть субъективный взгляд на этот мир понятия с помощью которых отражается этот мир вот то расположение которое дал гегель она наиболее близко к материализму как говорится как как говорил марк достаточно перевернуть то есть а ленин говорил что начинается все с бытия звучит вполне материалистически другое дело что гегель не в этой работе а в других в своей философской системе трактовал дело так что вот эта идея она так сказать так вот себя выражает сначала как объективный мир а а потом человек как высшая форма развитие так сказать идеи познает этот объективный мир и приходит чем самым идея к самой себе соответственно у материалистов материя так сказать начинается все с материи то есть того же самого бытия вспомните формулировки бытия первично сознание вторично основной вопрос философии что первично что вторично или сознание и так далее то есть бытие за понятием бытия закрепилась вот то что марксистской философии называется материи и трактовка этому марксистской философии дается сугубо материалистической то ли специально так сказать издатели вот в этот период разложения социализма переходный период от коммунизма капитализм то ли по незнанию ну уж больно однотипно все вот какую книгу не возьмете любого издания вот скажем вот эта книжечка их 3 и там не никак нету это вот ну кроме того что сам гегель там предисловие пишет что две части они не удосужились сделать часть 1 по допустим часть 1 книга 1 часть 1 книга 2 и часть 2 книга 3 нет этого тут нет если вы возьмете издательство мысль красную книгу если увидел вот развед опросе то что я показывал эту книгу в ней тоже три книги внутри но там тоже можно было спокойно сделать вот первая часть вот вторая продолжение есть еще одно издание черная книга вот у кого тут есть вот у вас есть вот вы если откроете да первый лист будет смотрите как интересно смотрите как вот здесь первый лист гегель наукологии первая часть объективная логика вторая часть субъективная логика но если есть две части казалось бы вы откроете оглавление или откроете текст и найдете первую часть нету и второй тоже нету то есть есть содержание того что есть то есть теперь опять первая первая книга вторая книга третья книга вот этого деления дальше нету я разговаривал с издателем владимир михайловичем камнем бы еще в водах вот интересно странно так получается здесь ну будет ошибка в новом издании это может без ошибки сделать новое издание вообще нету что то сейчас чем больше спрос тем меньше издают спасибо как говорится чему там спасибо спасибо буржуазному рынку который откликается на запрос из придешь буквоет закажите распечатают или с обложкой сделают книгу то есть вот такой интересный момент а очень важный нам очень важно это подчеркнуть потому что вот учение о сущности составляет вторую часть чего объективной логики объективной логики то есть если мы это истолковано материалистически а у нас в этом состоит задача материалистическое истолкование и соответственно использование диалектики гегеля то совершенно понятно тогда что мы не удовлетворяемся вот внешней поверхностью явлений тем что только на первый взгляд то что мы видим а пытаемся проникнуть во что суть самую суть в глубину того что есть и вот это проникновение в суть это есть проникновение в сущность но это так сказать не строго а если строго то вот развивается бытие категории бытия развивается вы их уже знаете независимо от того в какой степени знаете но тем не менее нам нужно видеть так примерный путь движения и окончания той работы которую мы собираемся для себя сделать потому что изучать навыку логики непросто для этого нужно себе это облегчить понимание чтобы если мы и ходим по лесу иногда бывает вы в лес зайдете выход знаете а там что где там по ходу дела по пути это может быть вы не запомните и выйдешь и вроде как был и опять лес закрылся и начинаем все сначала но вы знаете где войти и где выйти мы знаем что мы выйти должны через учение по понять а понятий а что это означает раз все здесь выводится в науке логике ничего не постулируется просто так и даже начала не постулируется просто объясняет гегель что все бы вы не начали что хотите но раз вы это начинаете то вы об этом еще не ничего не знаете кроме того что оно есть значит начинаете вы с бытия а как вы это называете с я там с материи там с природы это все вы бы не начали все равно это бытие в самом начале и это понятно ну так вот категории бытия какие мы с вами изучали вот бытие потом мы изучали на личное мытея потом мы изучали дateurs то вот л Fighter идет конечное потом идет бесконечное потом бесконечное дурное а потом истинная бесконечная истинно бесконечность включая себя конечная и предыдущая картина мира вот которая у нас до этого складывала такая что вот конечно бесконечные много конечных дурная бесконечность переворачивается есть только бесконечное а конечный момент в этом бесконечно вот это истинно бесконечный то есть человечество если это применить человечеству человечество бесконечно и вечно по своей природе следовательно выезд независимо от того сам чего прогласите там на какую позицию стоите вы бесконечен и вечен как как часть человечества конечно и не только часть человечества и человек вечен в своих делах потому что как писал маркс люди приходят и в этом главный такой замысел и суть исторического материализма люди приходят в тот мир который уже создан другими людьми они берут производительные силы которые созданы другими и их продвигают развивают дальше и передают следующим поколениям вот все причем производительные силы включают себя как известно не только средства производства материальные но и развитие человека главные производительные силы поэтому в этом смысле сюда входит сроком смысле входит сюда и наука тоже производительные силы как всеобщее общественная производительные силы и культуру сюда входит поскольку она влияет на этот весь процесс то есть короче говоря вот ну и те люди которые в наибольшей мере продвигают человечество вперед так, чье творчество было не просто талантливым, талантливым может быть все что угодно. И талант можно направить и на разрушение. Ну, скажем, Гитлер был талантливый человек. Я некоторых спрашиваю, вот вы картину нарисовали? Нет, о Гитлере написали. Книгу написали? Нет, о Гитлере написали. То есть, то, что он талантливый, это, несомненно, полководец тоже талантливый. Долго с ним так воевали. Ну, Сталин оказался более талантливым полководцем. Но, тем не менее, это же не в раз вот сразу разбили, а все отступали, да, отступали очень долго. И очень трудно было победить. Поэтому никак, мы не можем недооценивать, скажем, противника, только потому, что он противник, дескать, раз вы противник, то у вас все там слабо. Не знаю, не факт. То есть, вот такое шапка закидательства никому не нужна. Не факт, что передовое всегда побеждает отсталое, правильно? Реакционное. Бывает, реакция берет вверх. Особенно, когда люди, представляющие что-то передовое, думают, что, ну вот, мы построили, как Хрущев говорил, мы построили социализм полностью и окончательно. Что нужно делать после этого? Ничего. Все, значит, построили, все полностью, окончательно. Ничего не надо делать, все само. Поэтому бери и разрушай этот террасоциализм совершенно спокойно. Он будет разрушаться. Его разрушали 30 лет. С 1961-го, после того, как объявили о том, что диктатуры бутерриата нет, причем не просто кто-нибудь какой-то дурак вылез и объявил, это же доклад был первого секретаря ЦК партии, и люди за это проголосовали. Вот если бы они в таком кружке занимались у нас, в Красном университете, мы бы им наставили тут двоек, и они бы уже не проголосовали за это. Ну, взяли и проголосовали. Как так можно? Как можно не знать таких вещей? Это говорит о том, что вот кажется, что мы такими отвлеченными вещами занимаемся. Ну, потому что мы наблюдали, что происходит. Разбитая армия хорошо учится. Нескази, это не наше дело. Некоторые думают, что вот его дело, это дело, которое он делает в системе разделения труда. Ну, труд разделен. Чем дальше, тем больше он разделяется. То есть, тем больше профессионального идиотизма. То есть, в этом вопросе, чем я занимаюсь профессионально, я тут вот на передовых позициях. А во всех остальных, что пишут в газетах или говорят по телевидению? А что там пишут и говорят? В основном, кому-то что-то надо. Вот. Поэтому. Когда говорят, я хорошо буду делать свое дело. Такое дело свое, гражданина там, трудящегося в чем? Это значит свое дело в системе разделения труда и общества в целом. Он тоже за этим должен следить. Если он за этим не будет следить, то все меньшее количество, в силу разделения труда, развивающегося, все меньшее количество людей могут испортить работу все большего количества людей. В этом проявляется, в том числе, общественный характер производства. Оно общественное. Сейчас, чтобы что-нибудь сломать, чтобы ракету сломать, взяли, убрали оттуда, значит, сунули в карман золото, а сделали припой не из золота, а из чего-то из другого. Ну, естественно, он там где-то разошелся и... Главное освещение. А? Главное освещение. Да. Еще и протон, который стоит миллиарды. Не долетел. Очень просто. То есть, построить трудно, взорвать легко, сломать легко. Давайте мне что угодно, я вам покажу, как его сломать. А как сделать такое, извините, вот эту вот проблему? Ну, это не очень сложно, это не так просто. Вот, значит, бесконечное после бесконечного, получается, что вот уже другого нету иного. Все, бесконечный мир. Раз он бесконечный, то нету другого иного. Нет границы. Бесконечный, он же и безграничный, правильно? Вернее, или-то границы теперь есть в нем. Как граница между конечным и бесконечным. То есть, люди, конечно, они бесконечны по своей природе, но могут умереть. Они тоже, их жизнь ограничена. Хотя они до самого последнего могут что-то делать, и это вот то, что они сделают, навечно останется. Потому что навечно остается все то, что продвигает человечество вперед. Поэтому обессмертить себя, это очень несложно. Если вы что-то делаете бессмертное по природе, то вы себя обессмертите. А если вы делаете какую-то гадость, то тоже себя обессмертите, как какой-нибудь подлец, негодяй, жулик и так далее. Я думаю, подвиги Улюкаева человечество не забудет. Как подвиги растрата, разрушителя, это уже не плохо, но помнят. Что идет за бесконечным? Ну, раз бесконечным, больше ничего нет, значит, что есть? Одно. Вот это одно, но оно же границ не имеет, что одно, что другое, что третье, все одно. Одно и многое. Отсюда, а, и непрерывность получается, и дискретность. Получается количество, в котором вы видите непрерывность и дискретность. И качество у вас перешло в количество. Потом вы это количество рассматриваете, рассматриваете, вот так сказать, это вроде как безотличная граница, потом оказывается, что за известными, вот, вы просто изменяете количество, вдруг раз, и меняется качество. Качество. Вот возьмите пластмассу и нагреваете ее там, в известных пределах. Как только превысите, оно раз, и все запузырилось, и все, конец. То есть, это, так сказать, на примере воды очень хорошо видно. Лед, если вы его будете нагревать, превратится из твердого состояния в жидкость. Жидкость, если вы будете нагревать, вода станет паром. Ну, это же вода, а пар вы будете нагревать, перегретый пар, то есть, он начнет уже быть не в молекулярном состоянии, а в состоянии отдельных атомов, это плазма уже, плазма, еще одно состояние. Это все скачки. А скачок это что? Кто скажет? Перерыв постепенности. Вот. Спасибо большое. Перерыв постепенности. Вот видно, что уже подготовлен народ. Просто приятно иметь дело с ним. Перерыв постепенности. И вот, значит, по мере изменения количества идут качественные переходы. Хотя вот иногда это так формулируют, что есть закон перехода количества в качество и обратно. Что такое обратно? Куда обратно? Все это движение, это в логике идет вперед, а не обратно. К более высокому, от низшего к высшему. Что значит обратно? Переход одного качества с изменением количества в другое качество, более высокое. Потом опять количество изменяется, а качество не меняется. следующие качестве получается узловая линия отношений меры узловая линия отношений меры вот маркс применение ангельс вот эта категория узловую линию отношений меры применили к истории разработали учения общественно-экономических формациях этот меняется производительность развивается скачок и переход к следующему способу производства опять к следующему способу производства и всего можно считать три способа производства если брать коммунистические или частно-собственнички способа производства первобытный коммунизм потом частно-собственническое производство и наконец отрицание этого частно-собственнического производства возвращения к коммунизму, но в который вбираются все достижения, которые были за это время сделаны. Ну, а если это вот дробить среднюю часть, вот это отрицание, то это рабовладение, федерализм, капитализм. Тогда получается пять формаций. Я вот книжечку принес о формации своих. Вот, так сказать, это вы взяли как либерал? Нет? Вот две штучки можно еще взять. А это вот, если кто хочет, приобрести, это стоит 400 рублей. Главное в ленинизме. Главное в ленинизме очень даже недорого. И трудно их знать. И вот тогда встает вопрос, а что же такое вот, что в этом вот смене, вот сверхскачки идут, а что там вот неизменно, вот он же меняется, меняется, что меняется и проходит, как вот через из этого все. Вот то, что меняется и приводит нас к мысли о том, что есть то, что не налицо. А это отрицание, это всякое отрицание не этого бытия, не этого бытия, не того бытия, а какого бытия? Всякого бытия, бытия вообще. Как называется отрицание бытия вообще? Не бытия. А? Не бытия. Нет, не бытия, это отрицание, это вот бытия там первичного, наличного. Отрицание бытия вообще, это его снятие. Снятие, а снятие, это что такое? Это отрицание с удержанием. Вот отрицание бытия с удержанием, это сущность. Вот вы можете сказать, что я с такого времени уже говорил, а сущности что? Так вот, это я объяснял, что такое сущность. Сущность вобрала в себя все содержание бытия. То есть даже самые первые категории сущности, это и есть категории, которые наполнены вот тем содержанием, которое, правда, имеется в отрицательной форме. Что для него характерно и из-за чего сложно вот эту книгу изучать. Вот этот самый вторая часть науки и логики, я бы сказал, что она самая трудная для понимания. Почему? Потому что мы не привыкли идти от отрицания к отрицанию. А мы привыкли от бытия одного, вот видите, одно красное, идем к зеленому, или от зеленого идем к красному. Но к какому, если это снятие бытия, значит, никакое бытие вы не должны брать, или если всплывет какое-то бытие, вы должны сказать, это не то. И взять все с отрицанием всякое бытие. Поэтому Гегель пишет, если в учении о бытии было движение от одного бытия к другому, или от бытия к ничто, или от ничто к бытию, другое бытие тоже ничто этого, поэтому от бытия к ничто, или от ничто к бытию, то в учении о сущности общая форма движения от ничто к ничто. От ничто, потому что сущность это ничто. Если вы согласились, что это снятое бытие, сущность, а раз снятое бытие, то есть это отрицание бытия, хотя и с удержанием, это мы не забываем, но отрицание бытия, от отрицания бытия к отрицанию бытия, а от ничто к ничто. И вот по этому поводу Ленин в своем конспекте науки и логики, так сказать, похоже, задумался. Да, значит, говорит, пожалуй, такого не может быть. Пожалуй. Вот то, что от бытия к ничто, или от ничто к бытию, это может быть, а чтобы от ничто к ничто, пожалуй, не может быть. А на самом деле, но Ленин, обратили внимание, пожалуй. Пожалуй, это значит, он наставил себе дверь открытой. То есть, она не утверждает, что не может быть. Не утверждает, но вот первая мысль такая, что, пожалуй, не может быть, а может и может быть. Короче говоря, он там тут не помешал. Нет такого твердого указания, что не-не-не, ни в коем случае тут. Ничто к ничто. Но на самом деле, если человек понимает, что такое сущность, то все категории сущности имеют вид, какого категории? Вид какой? Как ничто. Что такое отрицание? Отрицание – это ничто или просто не. Все категории сущности имеют вид ничто. И поэтому, какое движение от ничто к ничто. Вот потом мы хотим в них определенность какую-то навести. Определенность. Ну, как определенность была в бытии? Надо, если это серое, то надо осветить, черное забелить или осветить. Если это светлое, зачернить. Вот страница этой книги какого цвета? А? Белого. Но если тут кроме белого цвета не было вот этих черненьких букв, то никакой бы определенности тут не было никакой, и это не книга. Правильно? Или наоборот. В газетной практике называется выворотка, то берется черный свет и на нем белом пишется. То есть, чтобы что-то различать, нужно или светлое затемнить, или темное осветлить. И вот отсюда и сакраментальная фраза Гегеля, такая довольно глубокая, что в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Поэтому вот некоторым товарищам я вот разъясняю, что если вы все прочтете, что в публично библиотеке находится, или в библиотеке Академии наук у нас вот находится она прямо так вот в Менделеевской линии, Василий Сколстров прямо в него упирается. Вот что вы прочтете там, если все, что у вас будет в голове? Что? Ну, абсолютный свет. А в абсолютном свете ничего не видно, как в абсолютной тьме. Нельзя сказать, что это бесполезное занятие, полезное. То есть, вы можете работать с библиографами, я приду и скажу, скажите, пожалуйста, где найти вот эту книгу? А ты, так сказать, у вас уже голова такая, там все вот, или все записывали, и сказать, это там, это там, это там, это там, это там. Это очень полезно и нужно. Поэтому тот, кто думает, что для того, чтобы там стать ученым, для того, чтобы сделать что-то новое, надо все прочитать, ну, это как все равно, чтобы выздороветь, надо все съесть. Когда вы все съедите, идите, что у вас есть. Все прочитать не получится. Уже не только прочитать не получится. Лопнуть можно от этого, Это в лучшем случае. Искусственный интеллект с этим справится. Нет искусственного интеллекта. Он же есть. Нет, у вас, у вас искусственный? Яндекс, гугл, это искусственный интеллект. Кто вам сказал? Ну, что это, по сути, это и есть. вам поверили, вам сказали, вам сказали, вы поверили. Это мне не то, что искусственный. Я-то не слышал, что это искусственный. Ну, то, что вы мне говорите, вы слушатель, говорите преподавателю, а здесь я преподаватель. А я вам говорю, что интеллектом называется мозг человеческий, ум. Думать, что у этого бревна, или которая в виде железа, у машины есть ум, а это именно делает машины. Машины делают, вычислительные машины. Нас учили, я матмех кончил. Вы что кончили? Я миш. Ну, а я вот матмех кончил, на машинах считал, когда был студентом, зачет получал. Что вы мне рассказываете про интеллект? Нет там никакого интеллекта. Нам говорили, запомните навсегда, это железо. А вот мы этими программами заставляем там делать то-то, 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 которое мы составляли. Мы программы делали, они пальцем нажимали кнопки, как сейчас делают потребители. Пользователи этих машин. Вы программы составляли? Конечно. Вот ваш интеллект в этом и проявлялся. Вот когда вы представляли программы, а машина никакого интеллекта не имеет по определению. Интеллект это ум. Умных машин не бывает. Хотя вот, Дмитрий Анатольевич говорит, умная экономика, умный дом. Умная экономика. Что ж такая экономика умная, а темпы такие низкие. Вообще не растет. Лучше бы она не такая умная была, но росла. По этому поводу есть очень хорошие высказывания. Аркадий, не говори красиво. Хотя вы и не Аркадий. Но это ко всем относится. Ну не надо эти вот, не надо, это журналисты, они за это деньги получают. Что вы за ними повторяете? Повторяйте за журналистами. Повторяйте. Вот повторять за людьми. Мы сюда пришли не для того, чтобы повторять, за кем попало, а чтобы разбираться по существу. Тем более в учении о сущности. Возвращаемся дальше снова. Значит, движение от ничто к ничто. В этом сложность. Почему? Это значит, что вот вы, то, что вы там начали читать, как вы это представите, вот оно есть. Есть? Ну категория есть, которую вы изучаете? Раз вы изучаете, значит она есть? Значит вы неправильно изучаете. Почему? А потому что она у вас вид бытия имеет, надо взять еще отрицание ее. Тогда будет правильное понимание. Все, что вы возьмете, это не то. А то, что то, получается так, берете то, что вот получилось, с отрицанием. Понятно? Я тоже взял, что вы сказали про интеллект, взял и отрицал то, что вы сказали. И что получилось? Вот получилась сущность. Вот мы с вами сыграли в эту игру. В учении о сущности. Вы говорите, это искусственный интеллект. Я говорю, никакого искусственного интеллекта не бывает. И мы пришли с вами к тому, что интеллект только у человека. С отрицанием. Вот это движение к сущности. А вот если я хватаю то, что мне, вот я услышал, что-то сказали, я сразу запомнил. Не надо запоминать всякую чушь. Вернее, можно ее запоминать и отрицать. С отрицанием. Это не значит, что все отрицать. Это значит, отрицание должно быть не зряшное, не растаптывать то, что вы услышали, а думать, что люди хотят сказать. Эти люди хотят сказать, что какие-то функции человека выполняют уже кто? Те люди, которые сделали программу. За вас. За вас. Ваши интеллектуальные функции выполняет Иванов программист. Не машина, а Иванов программист, который составил программу. И вы скоро будете вообще без интеллекта. А он будет один, два, три с интеллектом. Потому что люди начинают уметь только точку нажимать на кнопки. А раньше они делали программы, как вы делали, когда были в УЗИ. Видите разницу? Поэтому не надо радоваться по поводу того, что кто-то там свои интеллектуальные функции развивает, а мы деградируем. Если мы становимся чистыми потребителями. Я на машине ездить могу, особенно с автоматической коробкой передать. Что там ездить-то? Крути, да нажимай. Я один раз проехал, понял, что ездить могу, больше не ездил. Я зато не рискую жизнью. Так, ну вот. Движение от ничто к ничто. Теперь хочется, ну как было учение о бытие? Сначала о бытие, потом определенность. Тут как бы повторяется все. Только что такое определенность по отношению к ничто? Что это такое? Определенность это отрицание. Все запомнили? Значит, отрицание отрицание. Вот определенность это отрицание ничто. Отрицание. Ну то, отрицание. А что такое отрицание отрицание? Это бытие. Это бытие, ну так, мы и не можем здесь терпеть в учении о сущности бытия. Особенно на первых порах. И мы его тоже отрицаем. И так. А оно опять-то да. Отверну отрицание отрицание получается. Потому что отрицание отрицание отрицание. Еще отрицаем. И что получается? Получается бесконечное движение. Вот это бесконечное движение, это отрицательное бесконечное движение называется рефлексия. Я знаю по себе и думаю, что вы на это тот, кто читал учение о сущности или пробовал читать или пробовал читать и плюнул должны были осознать что вот самое непонятное это вот эта рефлексия то есть бесконечные движения а почему бесконечные вас должно это вот как это вас пугает а что движение у нас конечная где-нибудь вот наши все вот люди организмы вещи они же постоянно в движении она же бесконечная почему нас должно пугать бесконечное движение это мы так рассуждали учение быть и кого-то движение конечно она всегда бесконечно все движение бесконечное то есть вот учение сущности мы начинаем хоть приближаться к правильному пониманию мира не так что он вечно не поднимет его не было раньше здесь и не будет когда-нибудь уж точно и нас здесь когда-нибудь не будет сегодня вот после 21 начнут уже движение отсюда отрицательное вот поэтому нет ничего такого вечного который бы не было таким вечно и конечное все бесконечные изменяющиеся поэтому это бесконечное движение изображает вообще то движение которое есть все движется а следовательно в этом движении надо находить определение определенность определенность это вот такое бытие которое появляется и вы его отрицаете но она появилась хоть вы его отрицаете она же есть отрицание есть в отрицании вот вы моргаете окажется что вы все время на меня смотрите не надо я заметил что иногда вы на меня не смотрите коротко так а с виду так кажется что вы все время на меня смотрите а если будете на меня все время смотреть вас слезы потекут и не за меня а из-за того что вы не моргаете даже отрицание правильно моргание потом кажется вы дышите вы чё кислород вдыхаете или агликислый газ выдыхай не то и другое уважение то это вот все время идет отрицание того что делается вот вы вдыхаете чтобы выдохнуть и выдыхайте чтобы вдохнуть если вы не выдохните какую чем вдохнуть и больше уже нельзя набрать воздуха все уже то есть вот с одной стороны кажется что это какая-то заумь даже владимир ильич этот задумался бы пожалуй не может быть но потом он с удовольствием там стал разбирать все эти категории потому что первый самый любимый его категория и самый любимый категории марксистской философии это что противоречие а тут вот раз и следующее сразу за этой рефлексией если есть рефлексия и все время отрицается бытие и что если так если бытие есть только как момент то есть в своем уничтожении а отрицание как удержание удерживается одно и то же отрицание то есть она ровно сам себе в этом смысле но как бытие раз это происходит кто значит равенство здесь только как через через отрицание поэтому вот отсюда вытекать такие категории как тождество отсюда легко понять почему как гегель додумался до того что то здесь всякое тождество это тождество различного 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 и ни одного примера вы не приведете тождество тождественного или если я вам начал доказывать что тождество это тождество тождественного то моя лекция состояла бы из следующих фраз так уважаемые товарищи запишите елка это елка пишите сосна это сосна бревно это бревно но вы еще сначала бы потерпели а потом начал дорос ссылаясь на какие-то у них личные дела обстоятельства семейные отсюда потихонечку утекать так дочь мордовин никого не выпускать сейчас я буду раска сейчас все будет равно самому себе и аудитория будет равна все пока вот тут мы сидим будем сидеть а все равно придется выпускать поэтому вот такие такого рода норовоучения или лекции или занятия по типу интеллект это интеллект ерунда какая-то ну кто не знает что participate сказать что интеллект это интеллект запишите интеллект это интеллект запишите кстати может вам поможет не запомните это на лекции надо да записать а вот когда вы запишите увидите что клавы и одно слово интеллект у вас слева а второе слово интеллект. У вас справа. И это вот левое слово и правое слово не равны. Нетождественны. И как бы вы не делали никак вот. Если даже вы в одном и том же месте будете писать, вам никогда не удастся добиться полного совпадения. А если даже вот зрительно кажется, что полное совпадение. Но вы же понимаете, что ваша даже вот эта надпись, она из молекул состоит. Что вы там так точно расставили молекулы? А если вы даже точно расставили, они же двигаются, молекулы. Они же в постоянном движении. Поэтому никакое может быть тождество. Какое может быть тождество абсолютное. То есть это представление об абсолютном тождестве, с которым мы живем, когда изучаем первую книгу. Это, говорит, вы в обычной жизни были. Ваша спокойная, хорошая жизнь, товарищи слушатели, закончилась. Нету ничего такого, чтобы было только равно самому себе. И нету ничего такого, чтобы было не равно самому себе. Вот мы с вами разные люди или нет? Мы только что с вами спорили. И разные, и похожие. Что значит похожие? Ну люди, они друг на друга похожие. Ну так не похожие мы, а люди. Люди, мы одно и то же с вами. Не знаете, люди. Вы человек, я человек. Значит мы люди. Значит это тождество. Мы тождественные с вами. Но мы в этом тождестве различные люди. И наоборот. То есть что такое тождество? Это тождество различного. А тождество тождественное, это как называется? то ли свидетельственного когда буду я тавтология вот здесь правильно когда если я буду одно и то же изрекать красный университет красный университет да а черный это черный и так далее то есть это бессмысленные такие вот фразы которые называются тавтологии люди которые выступают с тавтологическими утверждениями никого не устраивает таскать эти все вот заявления поэтому весь смысл скотя обсуждения в том и рассмотрение в том что это то всегда когда рассматривается то ли свидетельство различного ну скажем уничтожение классов как понимается в марксизме что будет полное равенство в смысле того что все будут в одинаковых рубашках одеть и галстоки и глаза у всех будет голубые волосы будут светлые или надо понимать равенство только в одном смысле и ленин и тапачок смысле уничтожения классов не будут отличаться они по положению производстве поскольку поскольку главное у вас будет не рабочие а свободное время и к этому идет даже капитализм медленно очень-очень медленно идет к этому но все равно время то сокращается рабочий а сейчас в россии то между прочим увеличивается пока и когда она увеличивается зачем внедрять машины технику производительность труда повышать заставить вас больше работать и все и меньше налогов надо будет платить вот по этой линии во всю у нас идет движение сейчас вспять современной россии когда у нас будет лучше лучше спросите насколько у нас будет хуже через некоторое время что значит инфляция инфляция то что повышение всех цен не это повышение цен всех товаров кроме товара рабочая сила вот он таскать прикован какая-то него тут вода поднимается и уже затапливает этих рабочих а все остальные поплавки поднимаются потому что все предприниматели цены повышают они вставляют этого издержки и повышает свою цену поэтому все равно они все равно только тем кто получает зарплаты пенсии пособие стипендии платят там 1750 рублей студентам еще и отнимают у них сегодня заплатили и отнимают это они хотят готовить новую революцию потому что как мальчишки там кошек тиранит таскать дадут им мясо на веревочке только она проглотит кошка и вот эту веревочку начинает тянуть так и буржуазные правительства что делает в империалистических государствах но у них как будто им дано задание готовить революцию возмущать людей чтобы они были готовы к революции потому что только вам дадут зарплату сразу начинается у вас ее отбирать сразу причем если динфляция 12 процентов 12 процентов зарплату некоторые люди думают выход из этого такой надо дексация то есть надо каждый раз у вас вытащит уже вы должны опять заглатывать опять будут вытаскивать так вот их чтобы ходить то есть не ставить задачу повышение уровня жизни улучшение жизни а чтобы нас вернули на уровень прошлого года чтобы мы никогда не вышли из нищеты из бедности и вот люди с такими идеями считаются левыми но почему они считаются левыми я думаю потому что они левее правых чуть-чуть левее крайне право вот и все те считают что и индексацию не надо делать так ну вот смотрите что мы получили мы получили творчество различие вот теперь берем различие там есть разность есть просто разность безразличная разность одинаковые или неодинаковые чем отличается если я хочу сказать что мы просто разные люди то я беру такие категории как одинаковость неодинаковость мы с вами неодинаковые люди правда а в чем неодинаковость ни в чем а просто вот разные и все в условии не вот когда говорю различные люди сразу на где-то в чем различие а когда говорит неодинаковые и этим на там останавливаться и все так вот берем когда различие разности различия то раз в раз раз различие предполагает что в другом то что отличается другого содержится то от чего отличается если я буду выше я от вас отличаюсь то значит я для того чтобы объяснить что такое я должен рассказать чем я от вас отличаясь то есть про вас рассказать а вы если хотите рассказать, что моя позиция насчет искусственного интеллекта вашей в корне противоположной у нас машины умные, а люди дураки и тогда вы настаиваете на этом и отличаетесь от меня и в вашем разговоре я присутствую правильно? То есть поэтому каждая сторона противоположности сама есть противоположность и вот это единое то, в чем две стороны противоположности есть уже не просто единство противоположных сторон, а единство противоположностей а что такое единство противоположностей? Противоречия мы пришли к противоречию и вот, раз мы пришли к противоречию там тоже рефлексия одно, если это противоположности, если мы с вами противоположны, значит я вас исключаю а вы если я вам противоположен то вы меня исключаете Значит, у нас какая рефлексия, какое движение? Взаимоисключающая рефлексия. Вот Ленин говорил, что единство, оно относительно, а у нас же единство, да? Но борьба противоположности абсолютно, абсолютно. Раз это взаимоисключающая рефлексия, раз она исключает другую сторону, она исключает саму себя и исключает все противоречие. Раз она начинает все исключать, то есть я вот пока могу с вами говорить, пока я с вами говорю и спорю и доказываю вам насчет интеллекта, я преподаватель. А вы со мной вот сейчас еще вы киваете, а вы перестаньте кивать и на меня внимание обращайте, я перестал быть преподавателем, правильно? То есть я преподаватель только тогда, когда есть люди, которые меня слушают и для меня не слушают. Вы скажете, да не буду эту ерунду слушать и все. И все сидят с каменными лицами. И кто я? Все. На самом деле преподаватель, понятие преподавателя содержит в себе слушатели. А слушатели? Какие же вы слушатели? Я сейчас встану и пойду гулять по коридору. Какие вы слушатели? Никакие вы. Кого вы слушаете? Стенку? То есть в понятии слушателей сидит преподаватель. То есть каждая сторона в себе содержит свою противоположность. Обязательно. И поэтому вот мы вместе, так сказать, тем самым идем. Противоречие разрешается. А как оно разрешается? Мы идем к чему? К основанию. А в чем основание наше? К знаниям мы идем совместно. Если я иду один, я для этого не должен сюда приезжать. Если вы идете один, тоже вы сюда не обязаны приезжать. Но если мы тут с вами сейчас разбираем эти вещи, мы вместе с вами идем в основание. Появляется категория основания. И первый раз появляется вот в учении о сущности какое-то твердое дно. Все было ничто, ничто, ничто. А теперь есть основание. Но если есть основание, то есть и основ. Что? Нет, это вы невнимательно читали наукловой. Нет, все равно невнимательно. Если есть основание, то есть и основанное на этом основании. А то, что вы сказали, у Гигели тоже есть. А еще есть такое понятие, как безразличная основа. Знаете, как вот у нас какие-то в советское время фундаменты сделали, думали на них построить какой-то хороший дом. Потом простояло это 25 лет. Пришли новые, так сказать, предприниматели посмотрели. А, там они полуразрушен фундамент. Никто не заметит. Там где-то подмазали. Кое-что там цементом заделали. И построили многоэтажный дом. Большой. Потому что была безразличная основа. Потому что на том-то фундаменте другое должно стоять. А на этом, ну что, какой-то есть. На безразличной основе. Можно такое, можно такое. Можно ларьки наставить. 600 ларьков. На большом основании. Не видели? Я однажды приехал в Москву. На Красную площадь выхожу. Знаете, там с трепетом красная. А там такие злоченые ларьки. И вся площадь в ларьках. Ребята дают. Ну, потом, видимо, это ужасное зрелище. Даже не вытерпели те, кто там это все расставлял. Разогнали эти ларьки. Ну, ларька-бизнес у нас, понимаешь, на Красной площади. Ну, ничего. Каток там зато. И у нас, помните, был каток на Дворцовой площади? У нас Дворцовая площадь, в которой есть эта колонна. В которой... Где революция была. Это для катков. У нас больше места нету. Нету в городе места. А если они есть, их срочно застраивают. Чтобы делать катки на Дворцовой площади. И там, конечно, отпилили сразу орлов. Вот этих вот. Некоторые говорят, что давайте сделаем такой бизнес. Значит, делаем вторую решетку, наделаем там орлов. И будем давать пилки, чтобы они отпиливали. За деньги. И пилите себе. Основание и основанное. И что получилось? Вот основанное, это уже некое бытие, которое не такое, которое исчезает. А оно уже на этом основании стоит. Всплывает уже, смотрите, в учении о сущностях. И сущности начинают всплывать в бытие. Хотя все время до этого было от ничто к ничто. Ну вот Ленин до этого дочитал и успокоился. Все хорошо идет, пошло дальше. Хорошо уже идет основанное. Ну, когда противоречия пошли. Ну, он это вообще использует. Замечательно. Основание основанное. А дальше, если мы пойдем по ходу дальнейшего развития категорий, что там идет дальше? А дальше, вот то, что было основанием, стало законом. А то, что было основанным, стало явлением. Он самим все знает почти. Основа только у него не попала. Это значит, что у нас меня отличается. На основу. Значит, закон и явление. А сейчас спросим, а закон что такое? Спокойное явление. Вот он. Молодец. Я знал, что он почти то же, что и я почти. Только у нас более могучий у него интеллект. Он взял и вывернул все наши события. Представляете? Вот. То есть, оказывается, закон это спокойное явление. А вы видели вот в плохих учебниках, какие определения законов? Закон это там такая-то, связь растакая, не запомнишь. Да. Нам показывает этот тренер, что время наше истекает. Вот. Это говорит о том, что ему не нравится учение о сущности. Или он говорит о том, что и без ваших лекций разберутся. Хорошо, я на этом, так сказать, эту лекцию сейчас заканчиваю. Имею в виду, что у нас, между прочим, через 10 минут будет для второго отделения. А поскольку из второго отделения присутствует товарищ Мордовин, я для него и расскажу. А другие послушают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!